А что брат сказал? Библию? Библия где-то черная, юношеская, да? А юношеская нет, ну любую Библию хотя бы, мы продолжим. Мы остановились на том, что Моисей заходит на гору и спускается оттуда со скрижалями. Одни скрижали он разбивает, потому что народ в этот момент возмущался и Моисей был до такой степени разгневан, что разбил скрижали, которые написал сам Бог. Садитесь, сюда садитесь, сюда проходи. И потом пришлось ему высекать самому эти скрижали. Но как мы посмотрим на все это. Вот видится мне, что этот народ, он был подобен как раз вам. Почему? Потому что он некоторый путь прошел, а потом, когда начались настоящие уже будничные дни, народ стал роптать, он не выдержал. Еще по пути до этой горы они уже тогда роптали. Говорит, куда ты завел нас? Пустыня. Идти скучно. Еды никакой нету. А мы там ели, перечисляют, и лук, и репчатый лук, и рыбу ели, и мясо было у нас. А ты нас по пустыне ведешь и нечего есть. То есть хотели очень свободы, вопияли к Господу, Господь их услышал. Вот как бы ваши родители хотели очень свободы от грехов, и вопияли. И Господь услышал их, дал им свободу от грехов. И до такой степени большую свободу, что и вас в придачу. А вы же другие существа. Ты не мама. Знаешь об этом? А ты не отец. Знаешь об этом? Но они так хотели свободы от грехов, что Господь дал им еще и вас. Но должно быть воспитание тогда, правильно? И вот это воспитание идет, и вам заочно Господь дает как бы веру. Как бы веру. Веры нету. Как можно дать младенцу веру, скажи мне? Как можно в нее вложить веру? А простая вера, проверка. Пускай мама ей скажет, чтобы она не крутилась на молитве. И все. И где? Нету. Почему? Ну это доказывается, что нету веры. Вера не вкладывается в человека. Нельзя вложить ее. Нужно что сделать ее? Приобрести эту веру. И вот все это хождение по пустыням, все эти там великие испытания, там погоня фараона. Они видели прям перед собой армию, уже готовились, когда их убьют. А тогда смерть была страшная. Это они сейчас стрельнули, там пуля попала, и все, мгновение готово. Вот к тебе подходит барабан, это такой детка страшный. Руки вот такие волосатые, тут меч этот или кинжал. И резать давай всех. Все отрезали подряд. Там уже не выбирали. А? Страшно? Представить только одно. Так, разреши немножко сказать? Конечно. Вы, конечно, слышите Слово Божие, это важно. Но его надо применять в себе и в жизни. Выполнять. Если мы не выполняем, то это называется мертвая вера. А когда нарушает, называется бесовская вера. Нам, брат, это надо, это страшно сказать. Я хотел сегодня сказать, апостол Петр говорит, что если мы страдаем, то так нам должно. Только бы кто не пострадал, как вор. Или посягающий на чужое. Если не твое, а ты берешь. Вот из вас некоторые были в лагере. И в этом были замешаны. Из детей, дети из верующих семей. Прокопали компот сытые, все вытаскивали и разносили. Знаете это? Сахар воровали. Я их, конечно, накормил. Кто воровал, я им все выдал награду по полной кружке сахару. И ничего не есть, кроме бы, пока сахар не съедите. Я думаю, они на неделю растянут. Они уже второй лист уже съели. Но больше уже не воровали. Не посягать. А как это можно? Не давай повода. Вот стоит машина, кто-то к нам приехал. Вы вышли, вижу, подходят машины. Начинают рукой трогать. Машина твоя? Нет, зачем трогаешь? Ответа-то никакого нет. Нет никакого ответа. Машина не твоя? Зачем ты ее касаешься? Написано, не касайся. Это с малого начинается. И вот в магазин, когда заходите, ты видишь, какая-то там посудина стоит, что-то продают. Взял, посмотрел. Тебе не брать ее. Ну, тебе надо пухпать. Ты ее поставил. А ты мог посмотреть, не задевая ее. А там везде называется наружное наблюдение. Там вот такие глазки стоят, и которые все наблюдают где-то. И они посылают. А ты повернулся, и там незаметно, взял или не взял. Они сразу сообщили. А там стоят специальные люди, охранники. И говорят, извините, но аппаратура показывает, что вас надо посмотреть. Но у меня нет ничего. Ну, нет ничего, значит, вам бояться нечего. Так, покажите, выверните карман, это другое. Я уж не говорю, вам даже рассказывать нельзя, где прячутся. Страшно сказать. Я вам за всю жизнь никогда в магазине ни к чему не прикаснулся. Захожу, я вот так вот руки сложу, и вот так по середке пройду, ни к той полке, ни к этой. И меня никогда не обыскивают. Почему? А я не прикасался ни к машинам, нигде. Вот у нас здесь что-то на столе лежит, книги лежат, это не ваши. Ни одной рукой не надо. И нельзя этого делать. Почему? Когда Ева вкусила и было не вкушай, а когда она потянулась, Адам говорит, и не прикасайся. Очевидно, она потянулась. А слово не прикасайся Бог не говорил. Он сам понял, нельзя прикасаться. Вот заходите, где-то что-то лежит, рубль какой-то, деньги лежат на полу. А человек не знает. Раз, во-первых, не твое, потом тебе на пользу не пойдет, а ты не знаешь, что за этим будет. А они на ниточку привязали и сидят, вот ты наклонился, они отдернули тебя, и ты видишь, что ты в дураках остался. А бывает так, ты взял, и сразу подходит человек, вот я тут деньги обратил, вы не знаете, тут кто брал? А ты видишь, что он знает. Да, я шел, лежат. Нет, ничего, ничего, вот так вот. Ты достаешь, сколько там лежало, 50 рублей. Ты достаешь. Нет, у меня там не 50, а 100. Все, что было в кармане, у тебя уже выгребут. За то, что ты поднял. В газетах пишут, не поднимайте. Это специальные люди на этом работают. Подставка называется. Не твое? Как в житиях написано, он перепрыгнул и побежал дальше, побежал. А другой пришел, видит, золото лежит, прям кучка. Он взял это золото, а оба брата верующие. И он это золото употребил, куда? Больницы построил, детские сады бесприютным. Старикам все как надо. Через два года или три года они вернулись. И оказалось, у ангела по-другому. А тот работал, заработал совсем немного, но деньги раздавал. Что ты делал вот это, где старался? Это твое, а это не твое. Тебе награды за это нету. А вот у брата, он заработал там немного, у него дело это пойдет. Это в житиях святых написано. И вот не твоя одежда ты дома. Чужой платок раз надела? Не трожь. Обувь чужую не надевай. У него может лишай на ноге быть, к тебе пристанет, чужую шапку не надевай. Ты меня слышишь? Я говорю это не случайно. И вы знаете, о ком я говорю? Что бы ни было, уже надо обвинулся, никого нет, можно тогда в рот взять. И не один раз уже это было. Уходят со стола, весь улюб сгреб в карман. А я сказал не брать. Я назначил старшего, который разделен, чтобы поровну не было никакой зависти. Вот этому надо приучать. У мусульман это знают. Если он своровал, только один раз своровал. Он никогда не воровал, один раз. Сознался. Сразу один вопрос судья задает. Какой рукой воровал? Он говорит, вот так руку отрубите. Ему рукой туда, иди отсюда. Второй раз, вторая рука, третий раз в голову. Книга есть такая. Били легенды Востока, григорианцы. Люди кричат, сук, сук, сук. Я говорю, не знаю, что такое. А народ пыль, говорят, вора поймали. Некоторую жизнь прожили, вора не поймали. И когда я проходил год в обед, видел пощерневшая на африканском солнце рука, прибитая к воротам базара. Уже все. Это, конечно, страшно, жестоко. Но у них воровства вообще нету. Нету воровства. Вот в одном месте велосипед стоит у столба, а там убирает мусор-то. Ну, велосипед мешает, переставит, а потом на место. И заметили, 32 года велосипед переставляет, а хозяин поставил, ушел и умер. И никто велосипед не сворует. Я купил новый велосипед, зашел в библиотеку обменять книгу, вышел, и велосипеда ничего нету. Зашел в милицию, они говорят, а ты сегодня пятый уже. Почему? Страна воров. Расул Гамзатов говорит, вор на воре, гора на горе. Вот чтобы никогда не было, чтобы никто не сказал. У нас отец, он чуть-чуть маленько оберегал. Он говорил, хочешь пить, пей. Курить хочешь, сынок? Кури. Но не воруй, в карты не играй. Узнаю башкот, чтобы мы знали, это не угроза. Он был очень крутой у нас отец. И мы воровства как огня боялись. Десять детей, и ни один за воровство не был пойман нигде. Не только пойман, но и не брали. Вот я хотел сказать эти места, где будете говорить. Во дворе машины наши стоят. Вещь лежит, обойди. Можешь перекрестить, отойди, искушение. Ты можешь объявить матери. Мать возьмет, где-то объявит. Еще и платок, кто-то варежку обронил. Ты не трогай. Приучи себя к этому. Мы детей приучили. Чтоб дети ничего не жили. Коробок лежит, спички, как огня бойся. Чтоб отскочил, сказал, в руки не брал. У нас ни одного поджога, ничего не было. Я отошел. Христос, как раз мы о заповедях проходим. Да. В заповеди как раз проходим. Моисей. Но еще есть предисловие какое к этому. Лежит, она нищая. Я не воровую, я просто взял. Не бери. Есть взрослые, которые решат. В ребенка надо это вложить буквально. Мы как раз через веру к этому подходим. Через веру в Господа, в Слово. Народу много, выживают, как вот они пастухи пасут и решили барашка заколоть. Ну, костер развели двое. Но когда, говорит, коснуло, один подходит, сел около костра, сидит. И когда уже стали обедать, ужинать эти, там человек 40 уже сидело. И всем помалейку досталось. И поэтому они не умирают. Они очень дружные, очень приветливые. Мусульмане, я говорю. И поэтому вы примените Писание к себе. Никогда и нигде. Чужое не бери. Не смотри на него. Не скушайся. Даже в семье не твоя мамина шарик не бери. А свою память, это моя. Спасибо, Христос. Аллилуйя. С Богом. Так, а теперь, чтобы все это приобрести, мегативночка вам обращается, как к верующим уже. Я же продолжаю разговор о вере, чтобы вам было всем понятно, в чем дело состояло. И вот теперь прошел некоторый путь уже. И вы прошли некоторый путь, как вот эти вот иудеи. По пустыне. Вы идете по пустыне. Вот пустыня, это пустыня жизни. Почему? Она очень скорбная, она непонятная. Когда что-то особенно говорят делать, вот на примере опять у нас есть отличный пример. Когда говорят вот так, даже и говорят, или там с жестами показывают. Она схитрит даже. Видит, что сначала полезет на пролом, потом видеть не получается. Она отступает немножко, отступает, отступает, ждет. Ну, преграда здесь. Мама вот так руку держит. Мама, конечно, руку уберет, а она шмыгнет опять и все. Мама-то не видит за спиной. Вот так отступает потихонечку. Она же не видит, что мама высокая, она спокойно видит. А уже мозг играет. Как бы обмануть. Понимаете? И вот это все происходит в вас сейчас. Грех действует. Ему никуда не делся. И вы думаете, как бы эту пустыню обойти? Ну, чтобы полегче было. А для этого просто нужно не послушание. А послушание и терпение – это первые два коня, которые вас приведут к истинной вере в Господа. Тогда вы будете, если будете послушны и терпеливы. Послушны кому? Родителям, в первую очередь. Ну, конечно, Господу. Так как родители с Господом живут, поэтому родителям. Они вам говорят, что делать нужно делать. У вас родители верующие. Я могу спокойно это говорить. Почему? Если вы были безбожники, я бы сказал, слушайтесь родителей. А там отец алкоголик, мать там давно уже изгулялась. И кого слушать? Вы что? Ну, ваши-то родители, они здесь вместе, это наши братья и сестры. Понимаете? Они вам должны быть первый пример. Почему? Ну, вот другой пример, допустим, меня взять. Это уже сложнее. Я могу только рассказывать, а тут уже дело на веру. Примите вы, а при чем здесь вообще моя жизнь? Тут Господь вам слова говорит, и вы не верите. Вы еще не дошли до этого, как вот те иудеи. А почему? Потому что им не хватает терпения и послушания. Но они были разными людьми. Там были старейшины, которые руководили этим народом. А теперь они как бы не нужны, эти старейшины. Вы понимаете, какая гордость поднимается? А кто-то из вас любим своими родителями. И особенно, допустим. А кто-то какие-то таланты уже имеет. И он понимает, что он выше, чем тот. Эта гордость, она поднимается уже в вас. Она уже мешает. Это уже не просто пустыня. Это уже нагромождение скал целых. Да еще и во мраке страшном, где не пройти. А веры-то еще нету. Почему? Послушание не выполнено до конца. Терпения нету. Когда это будет? Я не знаю, когда. Вот мне Господь это очень долго давал. Только в 27 лет. Местоописание, я вспомнил. Написано про Господа, что он на выкпах слушания. Да, на выкпах. Ну и вообще, послушание дороже жертвы. Жертву, которую вы принесете пред Господом, она избирала человека. Он угоден Богу? То есть у него все будет для того, чтобы приблизиться к Богу или нет? Это вот как Авель и Каин. И написано. И жертву Каина. Что? Что? Жертву Каина Господь? Разрел. А? Ну чего молчить? Что? Не принял. Не принял. А Авеля? Не принял. Принял. И чем дело закончилось? Всего-навсего. Принял, не принял, казалось бы. Как понять? И чем дело закончилось? Чем? Что? Каина. Ну быстрее. Убил Авеля. Вот так вот. По зависти убил. Вылил в поле брата своего единородного и убил. Почему? Нетерпеливый был очень. Ничего не терпел. А нужно терпеть, смотреть. Нужно как было поступить? Как нужно было поступить в этом случае? Ну вот брата твоего жертва принимается. Как там это принимается и не принимается? Ну понятно, что видать, Авель такой прям восторженный. Все прям. Ну может быть ему какие-то новые идеи такие прекрасные. Как там дальше со стадом поступать? Как там побежать родителей своих поздравить? Поблагодарить? А у Каина наоборот ничего нету. Жертва не принята. Он пустой, опустошенный внутри. Ну вам это может быть еще не понять. Вы дети, у вас там много всего внутри. Вы там играете. А когда человек подрастает, и вдруг мы видим, дети 8 лет, сейчас им 12, суицид. Почему? Из-за какой-то неразделенной любви, потом к родителям отношения. Родители, первая это любовь, а потом родители идут. У них любовь. Как первая любовь появляется кому-то? Ну там, обычно девочки. И прям две девочки, одна 9 лет, другая 10, с крышей 12-этажного дома вместе шагнули. И полетели. Они не полетели ангелами. И они не приткнули оками ногу свою. Они как приткнулись, и все, в дребезги. Нисколько не жили. Что это такое? Скажите мне. Только самолет надо. Ну ничего себе, самолет. Там и платок не поможет, если раскроешь. Откуда это? Откуда это? Откуда? Все отсюда. Нету ни терпения, ни послушания родителей, и пустота вдруг образовалась. Сатана уже навеял. И там космического масштаба дыра просто адская в душах этих детей. А они ходили в школу, учились, никто не заметил этого. Вот я лично, я думаю, все братья наши, мы не хотим, чтобы в душах тех детей, наших младших братьев и сестер, в лице вас, мы бы просмотрели такую адскую дыру. А все от того, что они не знали Слово Божие, не знали ни помышления о Боге, ничего. А что нужно было делать? Что нужно было делать? Постоянно помышлять о Боге. Вот ты сейчас о чем помышляешь? Ну, до того, как вот сейчас все началось занятие. Вот ты с мамой шла там по улице. О чем думала? Не помню. Не помнишь. Вот это да. Так. А ты о чем? С утра они добираются сюда. Да ну дай Бог, ну вот об этом бы я хотя бы помню. А ты о чем с утра? У тебя что, карамелька, наверное, не кормлена? Нет? Не думала об этом? Нет? А она не пищит у тебя, когда писать хочет? А когда кушает, тоже нет. У нас две кошки и три собаки. Утро начинается уже очень рано. С трех часов может начаться. Подойдет хаска, кровать его так вот голову положит и... Да, гела это вот так. Все. Что ты хочешь? Писать ей охота. Начинается утро. Вот подумали о чем. Вот эти мысли о чем. Да, но это все нормально. Это обыкновенно все. Нужно вставать все-таки с мыслями о Господе. Открыли глаза и слава тебе, Господи, опять живы. Опять, Господи, будем служить тебе, насколько возможно. А какое служение Господу? Все время делать так, чтобы вера, которая в тебе, она частично присутствовала в других. Даже животных. Помогите этим животным тоже, если нет вокруг людей. Обязательно друг с другом поздоровайтесь. Ну, здравствуйте, хорошее, конечно, но во всем главное мир. Мир это... Господь не сказал, пришел такой, видите, раз передоход сказал, и такой, здравствуйте. Смешно даже, да? А вы спокойно идете и... Здрасте. Ну, там кто-то получше. А себя в основном... Что там такое, непонятно. Вот представьте, Христос бы такой явился и такой... Смешно, да? Христос, как пришел? Ну, кто скажет? Как Христос сказал Мир вам? Ну-ка, скажи. Мир вам. О, хорошо. Ну, как сказал Христос? Ну-ка. Ну, давай. Говори. Ну, вставай и говори. В нашему дому. Нет. А что такое? В нашему дому. А что это руками так, да? Ну, а почему? Написано. И на кресте, на кресте раскинул руки, привлекая всех к себе. Привлекая всех к себе. Понимаешь? Они думали, что они ему руки насильно, вбили гвозди. А оказывается, гвозди вбили. Потому что он так хотел. Испытание прошло, страдание. Руки раскинул. Потому что он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Вот так. Придите ко мне все труждают. Как артисты делают. Но только он это делал по любви. Не надо быть актером. Актера видно сразу, кто такой. А Христос, он не актер никакой. И бороду он не как Дед Мороз носил, приклеенную. А настоящую. И любовь у него была настоящая. И вот это все должно в нас войти. Все чувствования, которые у Христа, должны стать нашими чувствованиями. И Моисей был первой ласточкой. Ну, одной из многих, которые там уже до Моисея были. Но Моисей, он подвел целый народ к тому, чтобы весь народ, все приняли Христа. И поэтому я вот сейчас, говоря перед вами о вере, которая должна войти в вас вера в Иисуса Христа. Я верю в то, что Господь может это исполнить. И все-таки встанете вы, как говорится, перед Христом здесь вместе с братьями и сестрами. Помаленечку видим, тут уже начинают юноши, девушки приходить. А то вообще пустота. Уже одни бабушки стоят. Уже я старею. Уже брат Владимир тоже вижу. Уже начинает покрываться немножко тоже уже пепельностью. Думаю, да что такое, мы что, все постареем и ни одного не будет с нами. Даже великолепный. Великолепного нашего примера, который мы тут все время наскаклали в свою бумажку. Задумалась. Да. Все это должно быть. И народ поверил же. Да, они сначала там хотели, там все, они роптали. Ну а потом поверил, пошел. Сколько поверило человек? Сколько? Сколько не было убито? Трое целых поверили. Помните кто? Угу. Кто? Несосный Олег. Правильно. Халев и Иор. Вот трое поверили, аж на целых. Маловато, да, все-таки? Да. И 603 тысяч там мужчин. Но однако кто-то был. Поэтому, вы понимаете, как сложно это все? И так, я призываю вас к терпению, к послушанию, к терпению в вашей жизни, когда будет вам нелегко, когда будет вам казаться, что вас ущемляют. Терпите. Вас не ущемляют. Это Христос ведет вас, как вел некогда народ по пустыне. Во главе был Моисей. Всегда во главе кто-то должен быть. Сейчас во главе вас ведут родители ваши. Даже не Игнатий Тихонович, хотя он обладает великими достоинствами в преподнесении Слова Божьего. Если кто из вас поймет, то будет настоящим христианином, православным. Не просто по наслышке, как Патрях сказал, у нас 72% православных. И теперь ищи их, свящие этих православных. Вор на воре, гора на горе. Все воруют, все блудят, курят и пьют. В Китае 300 миллионов курящих из 22 миллиардов. А в России из 150 миллионов 50 миллионов курящих. Вы понимаете? Все взрослые, чуть-чуть подросшие люди, все курят. Там старики уже, которые уже закурились, лежат уже при смехе и бабки. И дети не курят. Остальные практически все взрослые курят. Некурящим скоро памятники будут ставить. Посмертно. Вы понимаете, до чего доживает эта Россия? А почему? Да потому что сатана действует. Много на себя взяли. Всю страну решили сделать православной. Не будет этого, запомните. И бабушки еще говорили в стародавние времена, еще в революцию говорили. А будет время придет. Будет вокруг золотых куполов сотни, тысячи с крестами. Все. А ходить нельзя будет. Потому как антихрист будет там. И уже доживаем до этого. Уже мы это видим. Вот здесь мы 20-15 лет в общине и мы уже видим все. Почему? Потому что мы каждый день просыпаемся с мыслями о вере, о Боге. Господи, какие еще чудеса ты уготовил. Сейчас все не могут понять. А как так случилось, что в 1991 году рухнуло коммунистическое, советское движение в целой стране? В России 260 миллионов страна была. 260 миллионов. И все верили в коммунизм и социализм. И вдруг в один день, раз и не стало этого. И теперь все вокруг крутят. А кто? Как это сделали? Как? Люди, да вы оглянитесь на себя. Как бы вы могли уйти из коммунизма, если бы не чудо? Бог сотворил чудо. И каждому в разум вдруг вложил, что вы в какой стране живете? В стране мракобесие, богоборчество, сатанизма. И люди всем сразу поверили. Это чудо великое. А то Горбачев, наверное, всем. Да нет, не Горбачев. Ельцин. Да Ельцин вообще никто не знал. А кто-кто? Сейчас теперь. Американцы. Здрасте, доехали, американцы. Ты видела хоть одного американца? Вот, когда маленькая была. Откуда они были у нас, американцы? Они же враги были. Там закрыто все железным занавесом. А теперь американцы. Вот так вот, что чудеса Божьи делают. Господь и дает, и отбирает. Вот 72 года прошло плена русского народа. И Господь раз и воздвигнул опять свободу. И в этой свободе вот сейчас вы. А Господь мне в 2002 году, когда я вижу, что начали появляться дети, и это было в тайге. И я там молился, читал Златоуста как раз, и вдруг мне прям открывается, ну там Златоуста про детей читал, и вдруг мне открывается вот это, и он там говорит о детях, что детям это воспитание это важнейшее. Все упустить, и потом только наристалище увидишь их. И я подумал, а у нас-то уже дети подрастают. Уже там есть и четвертый год идет, там Йоски. И там, и вот тут вот народились, вот как раз тут некоторые есть. Я думаю, это же надо с ними заниматься. Сейчас упустим, и потом все. А им еще, ну там, два года-три. Как упустим, и все? А Господь вот вложил в меня, и все. И до такой степени мне вот это больно стало. И он мне говорит, нужно говорить им Слово Божие. Вот просто в простоте, говори Слово Божие, говори о вере, которой нету в них. Она должна быть вами выстрадана, эта вера, как нами выстрадана. Вот сколько ты раз пыталась прийти? Сколько у тебя было попыток? Именно в общину? Да, ну, вообще к Господу. К Господу там еще больше. В общину только у тебя два или три раза уже. Два. Два. Вот так два. Это не она одна. Я тоже со второго раза попал. Меня пытались сначала в московскую патриархию здесь затащить. Господь чудо проявил. И как-то я уверовал. А от чего? От того, что Сыгна Тихоновичем побеседовал, Слово услышал. О Господе Иисусе Христе. Все сложно было. А вы сейчас постоянно верующий, верующий, все у вас хорошо. Испытание должно быть. Да, какое-то должно быть испытание. Я думаю, это испытание. Просто Господь дает такое массовое испытание нашим детям. Вот в такой неге прийти ко Христу. Ну, в неге, ну, я понимаю, это невозможно практически. А кто им даст страдания? Они маленькую даже... Еще все впереди. Они даже маленькую просто небольшое поучение не могут выслушать. Енат у меня сейчас живет уже два месяца. Я поэтому все вижу. Называется, лень впереди родилась. Я предполагаю, что не только у нее. Все выбирают они. Что-то я это люблю, это не люблю. Это я люблю делать, это не люблю делать. Здорово живешь. А где послушание? Где терпение? Ничего нету. Так ты привыкни к этому. Полюби это. Навык должен быть. Да, навыкни. Да, про навык говорит Господь. Должен стон быть. Через смирение, через терпение. Потом опытность придет. А сейчас вот интересно. А потом надежно. В интернете мне нравится читать, что, допустим, до революции умели дети девочкам в 10 лет. Или мальчик в 10 лет. Уже они там были такие помощники родителям, у коровы. В 10 лет она уже нянчилась, естественно. И даже с 3 лет они нянчились. С младшими, потому что дети рождались, это не как сейчас в современном мире. И по 5-10 детей это норма была. Поэтому девочка в 10 лет уже полностью мать могла заменить. Она истряпала, и готовила, истирала, и убирала, и за коровой ухаживала. А мальчик в 10 лет уже отцу помогал на поле пахать. А сейчас что в 10 лет ребенок может уметь? Я даже себя вспоминаю. Я мало что могла. Но мы видим, и Давид как прославился. Я именно имею в виду руками, чтобы у тебя труд был созидательный, именно ручной. Не то, что там сейчас, конечно, в компьютере сидеть. И убивать там демонов каких-то, или самолетики. Да даже, может, какую-то программу, ладно, там уж я не говорю про наших детей. Наши по день не играют в игры, я надеюсь. Да? Я думаю, что и говорят. Да? Да, конечно. Я просто немножко столкнулся с Никитой. Никита мне рассказывает, он был игрок в свое время. Ты только лисик? Да. Мы с ним сейчас на компьютере. Он мне помогает капитально. Он рисовать умеет, все. Что такое? А знаете, как с Тимоши утро начинается? Баба мне рассказывала. С чего? Тимоша орет, ялкает. Мама стоит, его голову орет. Опять в кровати. А Тимоша кто кот? Да. Он орет, есть хочет, да? Да. Он орет, 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 бабы писать. А ты молилась хоть раз о Тимоши? Никогда не молилась о нем? А он тоже хочет Царство Небесное. Ты знаешь об этом? Что вся тварь до ныне стенает и мучается. И ждет избавления сынов Божиих. Вот мы должны избавиться от всего вот этого греха. И тогда им тоже будет пооблегчение. Понимаешь? Потому что они тоже будут с нами в раю. И они тоже не хотят вот этого всего. Поглядь, сколько бактерий на нас напало, всяких вирусов. Молиться надо. И о вирусах, и о бактериях. Да пройдите вы мимо нас. Достаньте вы полегче. Чего же вы нас-то кусаете? Мы же в Бога веруем. Да сами поверьте. Все, пойдемте сейчас молиться. Вот теперь служение наше молитвенное. Помогите братьям, сестрам. Помолитесь о всех, кого вспомните. Не бойтесь молиться и о жизни, которая вокруг. Поблагодарите Господа нашего Саваоза, Богу Иегову и Пресвятую Кроицу. Господу нашему славу и телеков. Аминь. Аминь. Помоги Христос. Господа нашего Саваоза, Богу Иегову и Пресвятую Кроицу. 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 Господа нашего Саваоза, Богу Иегов 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 и Пресвятую Кроицу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok